Они производят сэндвич-панели для городов России, а теперь еще и выходят на белорусский рынок. Самарское предприятие начинает поставки материалов для строительства атомной электростанции в городе Островец. О перспективах завода и Самары в целом говорили сегодня на встрече с главой города. Олег Фурсов уже не впервые посещает завод в Кубишевском районе. Сегодня строятся мосты, дороги, современные школы и больницы. Уже открыто множество спортивных объектов. Совсем недавно на Безымянке построен спорткомплекс типа «Тройка». В Кубишевском районе строительство «Тройки» еще только в планах. Но уже в ближайшее время откроется полноценный стадион. В Кубишевском районе мы планируем в середине сентября открыть само футбольное поле у вас. Вы знаете, это стадион «Нефтяник». И к ноябрю будут установлены трибуны и осветительные стойки. То есть получится нормально, хороший стадион. Зимой там может быть каток, летом искусственное покрытие. Будут ребята тренироваться. Город приводится в порядок. Уже к 2018 году планируется сделать больше, чем за 25 предыдущих лет. А чтобы все проекты были реализованы, Самаре нужна мощная поддержка из Москвы. Легион может привести в Государственную Думу семерых депутатов, которые будут защищать интересы Самары. Но для этого нужна активность на выборах. А потому логично звучит призыв прийти на избирательный участок. Так вот, у нас с вами есть уникальный шанс избрать депутатов от города, от области в Государственную Думу таких, которые будут делать все, чтобы привлекать дополнительные ресурсы в наш город. Это будет значить, что темпы перемен, которые в городе идут, они будут еще выше. Борьба идет за деньги. Федеральных денег мало. И нам нужны такие серьезные профессиональные лоббисты. Глава города ответил на вопросы заводчан. Когда будут места в детских садах не только от 3 до 7 лет, но и в ясельных группах. Проблема решается, но на это нужно время. Есть вопросы по ремонту дорог. Дело в том, что одновременные работы идут на 70 улицах. Отсюда и вопросы. В апреле этого года примерно на 6 участках дороги от остановки Загодзерно до Грозницкой срезан асфальт. Вырезаны карты шириной полосы длиной 10-15 метров. И по состоянию на сегодняшний день эти вырезы не заделаны. Во-первых, в сентябре эта проблема будет решена. Насколько я знаю, сейчас там происходит довыборка вот этих карт. Мы вообще планируем в следующем году весь Куйбышевский район покрыть хорошим асфальтом. И более масштабные дорожные планы строятся на будущий год. Город планирует получить на эти работы 5 миллиардов рублей. Олег Зверев, Максим Гусев, События.